Поезд Победы Почти 3000 находкинцев побывали на выставке за несколько дней. В Артеме поезд Победы встречал жителей тоже два дня. Музей на колесах – это первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях 1941-1945 годов, размещенная в движущемся поезде. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечит более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Сегодня мы увидим с вами мир, которого нет, и узнаем, каким он был 80 лет назад. А путешествие нас пригласит Дмитрий Каратьян. Внимание на экран. Добрый день. Приветствую вас в поезде Победы. Сегодня я, Дмитрий Каратьян, приглашаю вас в путешествие по страницам истории Великой Отечественной войны. В наушниках голосом актрисы Екатерины Гусевой ведет рассказ «Виртуальный гид Лидия», чьим прообразом стала Елена Чухнюк, машинистка, возившая эшелоны на фронт. В составе поезда Победы 10 вагонов, в каждом из которых располагается экспозиция, посвященная определенному периоду военного времени. Последние часы перед войной, за окном мирная жизнь, городской вокзал, солнечный летний день, пассажирский вагон, в котором едут люди из разных социальных слоев, самых разных возрастов, устремлений, профессий, инженеры, пионеры, летчики. Повседневная жизнь огромной страны, сконцентрированная в движущемся поезде, романтика железных дорог, разговоры с соседями, пейзаж за окном. Кто эти пассажиры? Какие планы заставили их отправиться в путь? Планам этим не суждено сбыться. Мирное время отчитывает последние часы. 22 июня 1941 года, день, который навсегда изменит судьбы миллионов советских людей. В 12.15 по радио зазвучит речь председателя Совета народных комиссаров Болотова. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы. Как сложилась дальнейшая судьба пассажиров плацкарта, мы можем лишь догадываться. Но известно одно. Следующие четыре года изменит все навсегда. Мы сейчас находимся в поезде победы. Это 10 вагонов реалистичного погружения, словно машины времени Великой Отечественной войны. Весь ужас нацизма, это кровь с лагеря, это фронт, это кровь, это смелость и отвага наших граждан. Общая площадь состава свыше 400 квадратных метров. Каждый вагон посвящен отдельному сюжету. В первом посетители узнают о довоенной мирной жизни советских граждан, путешествующих в плацкартном вагоне. Второй и последующие вагоны посвящены уже военному времени. Они показывают, какой была обстановка в поезде, едущем на фронт. В вагоне госпитали, окопе концлагеря. В составе поезда добавился вагон, посвященный военным трибуналам. Фрагмент интерьера зала судебного процесса во дворце юстиции Нюрбинга. Здесь изображены скульптуры подсудимых в момент просмотра фильма кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков. Доказательства преступлений нацистских оккупантов. При подготовке экспозиции использовались прообразы реальных немецких и японских преступников. Скульптуры выполнены с портретным сходством. По фотографиям сделаны позы, эмоции, выражения лиц каждого из подсудимых. Вагон разделен на две половины. Первая половина – это преступления японских милитаристов. И вторая – это Нюрнбергский трибунал. Соответственно, рассказана история отряда номер 100 и отряда номер 731. Именно над ними состоится хабаровский процесс в городе Хабаровск. И Нюрнбергский трибунал. Там представлены руководители нацистской Германии, которые сидят, смотрят именно тот документальный фильм, который снимали советские кинорежиссеры. То, что в это время за ними наблюдали юристы, адвокаты, психологи. Как же будут люди себя вести, когда они видят, когда они показывают то, что они делают в течение четырех лет. И как мы видим на лицах героев, на лицах руководителей немецкой Германии, ничего человеческого нет. Мы понимаем, что людям уже ничего, им уже, в принципе, все равно. Жуткая картина из повседневной жизни японских милитаристов, у которых, по всей видимости, на обед и вместо ужина были пытки и казни. Жуткие сцены пыток, конечно, не для слабонервных. Вот показан процесс умышления в газовой камере. И, похоже, палач получает от этого удовольствие. Видим самурай. Тут как раз выбирают чашечку саке. И очень, видимо, увлечен этим процессом. Победу приближали не только с оружием в руках, но и проводя эксперименты, ставя опыты и внедряя новые разработки. В проекте «Поиск Победы» запечатлен образ советского ядерного проекта Игоря Васильевича Курчатова. И мы понимаем, что спокойствие в мире в послевоенные десятилетия было обеспечено в том числе и разработками, исследованиями, которые вел этот человек. Уникальный, можно сказать, музей, который на колесах передвигается по нашей необъятной, могучей стране, которая справляется со всеми поставленными задачами и везде одерживает победу. Это очень хорошо продуманное мероприятие. Последний вагон посвящен победе и возвращению домой. Вот боец держит в руках простреленную медаль. Руки словно живые, видны даже мелкие складочки кожи. Изможденные лица победителей. С фронта едет молодая пара. Победа далась огромной ценой потери, говорит Александр Максименко, боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Чечне и в Осетии. Это важно и для нашего населения, в первую очередь, и для всего мира, потому что, если мы вспомним, в орбиту Второй мировой войны было вовлечено 61 государство и практически 80% населения Земли. И, как скажу словами поэта, на восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. Но на самом деле, даже и здесь, поэт ошибался. В минуту гибло около 19 человек. Очень огромную цену заплатила наша страна в этой войне. И необходимо, чтобы нынешние и будущие поколения помнили, чтобы не повторять этих ошибок. Финальный вагон память создан в честь тех, кто не вернулся с войны, где в окнах вместо пейзажей посетители увидят портреты погибших и пропавших без вести солдат и офицеров. Поезд технически очень сложно сделан. У нас более 4000 единиц оригинального реквизита, более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Истории рассказаны Екатериной Гусевой. Во время работы над проектом очень много времени было уделено работе именно с историческими фото-видео документами. Уделялось внимание работе с историками, работали реконструкторы. У нас, например, в поезде есть несколько анимированных фотографий. Скажем, у нас есть электричка на фронт, вы видите людей, которые едут на фронт. Такая фотография была сделана настоящей электричкой в 1941 году. Она была взята за основу, и, собственно говоря, с нее была сделана вот эта погона. Поэтому мы стремимся к художественной сходству, скажем так. И у многих персонажей, фигур, которые видите сегодня в поезде, действительно были прототипы, которые едут сегодня с нами. Они живы, они герои, они возвращаются домой. Экскурсия по такому музею на колесах оставляет неизгладимые впечатления. Словно машина времени провезла нас. Вы знаете, после таких просмотров хочется помолчать, подумать, задуматься, действительно, что пережила в те времена наша страна. Самое главное, что пережили люди. И очень важно, что люди, которые жили в то время, во время Великой Отечественной войны, они выиграли, выиграли эту войну, выиграли и сделали победу. Ну, действительно, вот на протяжении всей экспозиции, когда ты идешь, ну, вот, ты больше думаешь, наверное, нежели хочется о чем-то говорить. Действительно, очень уникальная выставка, которая после ее просмотра переполняет тебя эмоции. И вы знаете, некоторые вагоны без слез проходить просто нельзя. Сердце сжималось в том или ином вагоне. Вы знаете, я даже в некоторых вагонах почувствовала, я не просто видела картинку, я почувствовала прям запах этого ужаса, который испытали люди в те военные годы. Очень реалистично, очень трогательно, и вот мурашки до сих пор присутствуют по коже. Два дня работал поиск победы на территории города. За это время выставку посетили 3127 человек. Впечатление неизгладимое просто, вы знаете, слезы на глазах. Иди, фаечка сюда. Очень супер. Прям по-настоящему тебе сделано. Не отличишь. Очень хорошо. Вы знаете, ну вот такая скорбь здесь во всем, что душит до слез, а в конце великая радость победы. Наверное, в этом вся мудрость того, что нужно стоять до конца. У меня свекра воевала. И вот он всегда боялся говорить. Он принул был, потом попал. Вот сейчас представила, почему он нам не рассказывает. Я всегда бежала, говорю, ну расскажи. А ему тяжело. Сейчас мне это вообще невозможно. Современным поколениям, выросшим в мирное время, сложно представить, на что способна нацистская идеология ненависти к другим людям. Выставка «Поезд победы» наглядно демонстрирует, какое зло способен принести человечеству нацизм, а теперь и неонацизм. Чем больше людей знают о том или ином событии, тем дольше память живет и во времени. Поэтому это важно, чтобы как можно больше людей об этом знали и помнили. Чем больше людей будут знать, тем больше люди будут ориентироваться в обстановке всей. Потому что когда замкнутый круг, мало информации, люди не знают, народ тоже не до умения, что происходит. А когда вот это такая вообще наглядность, вот этот поезд, очень правильно задуманная, где на каждой станции люди будут подходить и будут узнавать. Много, много, много. Организаторы выражают огромную благодарность волонтерам колледжей Артемовского городского округа, волонтерам «Победы» из города Владивостока, которые приняли участие в мероприятии, обучали ребят и активно работали в течение двух дней. Это сложная, ответственная и трудная работа, которую ребята выполнили на высоком уровне. Следующим пунктом маршрута поезда станет город Абакан, столица республики Хакасия. Виктория Летита, Денис Надельный, Светлана Норик, городские новости, Артемовский телеканал, Лента.